Здравствуйте! Я хочу извиниться за то, что долго не выхожу в эфир. Дело в том, что в данный момент я нахожусь в отпуске и в течение месяца буду, но очень редко буду выходить в эфир в течение всего этого июньского месяца. Но я обещаю, что периодически буду давать о себе знать. Просто хотелось отдохнуть от всего, просто оставить в покое голову свою и заняться какими-то и своими личными тоже делами. Вот как бы так. Но сегодня я вышел в эфир, так как есть чего сказать. Я хочу рассказать несколько вещей, о чем хотелось бы рассказать, сказать. Поэтому я решил именно сегодня это сделать, потому что в ближайшую неделю у меня вряд ли опять будет время какое-то, чтобы высказаться. Поэтому сейчас я дойду до дома, я просто здесь на лужайке находился, прогуливался. Сейчас я дойду до дома, сяду и выскажусь о наболевшем, ну и так далее. Итак, первое, о чем хотел бы я вам поведать. Туризм, конечно, это хорошо. И вот недавно в Ереване было открытие туристической выставки, где приняли участие гости, дипломаты разных стран, среди которых, среди почетных, значит, гостей был Александр Лапшин, всем нам небезызвестный, и посол Белоруссии в Армении Александр Конюк. Два Александра встретились на одной сцене. Но хочу заметить, что Александр Конюк является послом с 2020 года. До 2020 года он был генеральным прокурором Республики Беларусь. И именно под его подписью стояла экстрадиция Александра Лапшина из Белоруссии в Азербайджан в 2016 году. Стоит только задуматься, чего это вдруг именно этот человек, именно генеральный прокурор, стал послом в Армении, и именно в 2020 году, когда началась война. Впрочем, дадим пока слово Александру Лапшину. Для меня не было сюрпризом, что на туристической выставке будет посол Белоруссии. Для меня было сюрпризом, что посол Белоруссии – это бывший генеральный прокурор Республики Беларусь, коим он являлся до конца 2022 года, до того, как был переведен на службу в МИД в качестве посла Белоруссии Республики Армения. Мы с ним никак не пообщались, но мы сделали вид, что мы друг друга не узнали, не поняли, демонстративно руки друг друга не пожали. И, честно говоря, я бы этому человеку руку не пожал даже из морально-этических и гигиенических соображений. Потому что именно этот человек, именно его подпись и его заместителя, заместитель генерального прокурора по фамилии Стук, стояло на документе о выдаче меня в Азербайджанах, прострадеции в Азербайджанах за турпоездку в Арцах еще в 2011 году. А сейчас этот человек пришел на туристическую выставку в Армении, с удовольствием отведал вкусности из Арцаха, сказал, что очень любит армянский народ. На самом деле мне, честно говоря, глубоко профи. Это именно для него унижение стоять рядом со мной. То есть он сначала заявил, что они выполняют, типа, заказ от Интерпола, хотя Интерпол потом отпровергнул свою часть, Интерпол тут был ни при чем. Потом этот прокурор вместе с президентом Лукашенко забрались начисто, после чего они меня выдали. И, в общем, все это тотальный шеффор и унижение не для меня. То есть стоять рядом со мной – это унижение для посла. То есть он такой крутой прокурор, а я якобы преступник, посетивший Арцах журналистов. Но они пересажали тысячи белорусских патриотов в тюрьмы журналистов, оппозиционеров, общественных деятелей, и им к этому не привыкать. Так вот, пусть теперь он привыкает к этому унижению и к этой фотографии, что он стоит рядом со мной. Но в целом я считаю, что проблема в другом. Что как республика Армения приняла такого человека в качестве посла? Ну, я не знаю, мне трудно проводить параллели, но это примерно, знаете, как бы Израиль в качестве посла Германии принял бы какого-нибудь там деятеля национал-социалистической партии Германии. Мы, конечно, народ гостеприимный. Слушайте, ребята, но не до такой же степени. Вообще правительство Пашиняна знает о том, кто этот человек и почему именно в 2020 году он стал послом. И именно он, этот самый генеральный прокурор. Ну, правительству Пашиняна, как, наверное, никакому другому правительству, у меня очень много вопросов, но, к сожалению, они не отвечают. Я долго стучался, пытался достучаться до двери многим из кабинета этого самого правительства. К сожалению, двери не отворяются. Более-менее такие довольно-таки хорошие люди, с которыми я бы мог наладить контакт, они долго и не задерживаются в министерствах. Их просто увольняют под тем соусом, что они и сами якобы ушли. Теперь второе. О том, чем занимаются армяне в это время. Сложное для нас время, я скажу. Очень сложное время. Недавно мне прислали ссылку в Фейсбуке на страницу одного художника. Я не знаю, может быть, человек этот довольно-таки хороший. Я не могу сказать. Я не знаком с этим человеком. Я только ознакомился с его творчеством. Вернее, с тем творчеством, которое он сам же выкладывает у себя на странице. Но это его страница. Он волен с этой страницей делать все, что ему угодно. Но я никогда не думал, что класс интеллигенции на своей странице может устроить курилку. Самую настоящую курилку. А получилось так. В одном из своих эфиров я сказал о том, что не буду обнародовать, за кого я буду голосовать на выборах в Армении, которые состоятся в июне этого года. И это мое право. Это мое демократическое право. Это я делаю для того, чтобы не говорили, что вот я взял с кого-то деньги и делаю ему рекламу. Как видите, никому я рекламу не делаю абсолютно. Никого я не хвалю. Более того, я всегда говорил, что мне абсолютно все равно, кто там победит на выборах, потому что выбора как такового особо-то и нет. Хотя меньше всего мне хотелось бы, чтобы победила партия нынешней власти. Я имею в виду Пашиняна. Но, тем не менее, фамилии я не называю. По одной простой причине. И эта причина известна давно всем. Пока в Армении не поменяют Конституцию, и до тех пор, пока в Армении не будут принимать участие в выборах и быть избранной диаспора, все остальные выборы для меня не будут иметь никакого смысла. Потому что те граждане Армении, которые уже принимали участие в выборах и побеждали, они показали, что они просто политические импотенты. Все они борются. И сейчас мы видим это. Когда у нас на границе Бедлам, у нас молодые ребята и пожилые люди находятся в плену, а они там дерутся за то, кто возьмет портфель. Ну, то есть, по ним уже видно, что это просто уроды. Это просто уроды. Что за них голосовать-то? У меня есть какие-то отдельные люди, не партии, а именно отдельные люди, кому бы я дал предпочтение. Но не все они состоят в тех партиях, за которых бы я в списках голосовал. Вот отдельные люди. Все остальное я говорил и буду говорить, что без диаспоры там не разобраться. Только диаспора может навести порядок в этой стране. Почему, когда стране плохо, мы вспоминаем о том, что Армения и диаспора – это единый организм. А как только в стране случаются какие-то выборы, кто-то хочет побольше урвать какой-то кусок, про диаспору-то и забывают. Еще раз, ребята, без диаспоры никому не справиться. Менять нужно Конституцию и привлекать диаспору, собрать с диаспоры все лучшие умы, все сливки нашего общества. Большая часть сливок нашего общества находится за пределами Армении. Они родились за пределами Армении или много лет назад уехали из Армении. Собрали все лучшее в тех странах, где они есть. И это лучшее они могут привнести в Армению. Внутри страны местные ничего не сделают. И это мое кредо. Я это говорил до Пашиняна, я это говорил во время Сержа Сарксиана, ну, во время Роберта Кочаряна я ничего не говорил, потому что тогда у меня еще не было эфиров, и я был далек от всего вот этого армянского. Так что мое кредо одно. Только диаспора может, значит, что-либо хорошее привнести. Молодежь, старшее поколение, некоторые из них, кстати, из молодежи, сейчас работают в Армении. Они изучают всякую разную технику, систему, производят, в том числе и милитаризовываются. Делают они очень хорошо и правильно делают. Я их просто обожаю. Я с вами. А вот политика армянская, как в принципе и журналистика, во, и ничего хорошего пока не предвидится. И эти мои слова немного исказили, хотя я четко всегда выражался. Исказил вот этот вот художник. Он почему-то очень хотел знать, за кого я буду голосовать. Какое тебе дело вообще, за кого я буду голосовать. И выставил там карикатуру на меня. И вот он там меня обсмеял. Не знаю, он это сделал со злым умыслом. А может быть, он это сделал от доброты сердечной. Что вот, якобы, Арутюнов мзду не берет. И что тут началось? Комментарии. Вот я и почему и назвал это курилкой. Комментарии. Его поклонники этого художника стали писать. Да вы на его глаза посмотрите. Кстати, не на мои глаза, а на глаза той карикатуры, которую написал вот этот художник. Посмотрите на его глаза. Да сразу видно, что он берет. Да еще это просто нужно ему побольше дать. Это если мало дать, он не возьмет. В общем, за меня решают мою судьбу. То есть, вы представляете? Я еще не сделал ни один эфир, ни за деньги, ни бесплатно. А за меня уже там решают, беру я мзду или не беру. Слушайте, стыд вам и позор. Стыд и позор. Особенно вот этому вот художнику, который, еще раз говорю, устроил курилку на своей странице. Да еще какие люди там пишут? Большая часть из них, уважаемый господин художник, Пикассо от Пиноккио отличить не могут. А сидят и обсуждают человека, которого знать не знают, то бишь меня. Беру я мзду или не беру? Да уж, конечно, от вас возьмешь что-нибудь. Кто-кто, я знаю, чего от вас можно дождаться. Только гадостей и колкостей. Вот чему вы способны, больше ни к чему. Также и второй маразматик. Это уже в-третьих. Ну, а второму уже маразматике. Священники, который выпустил видео, где просит, чтобы я извинился за какие-то там слова, где я якобы неправильно что-то там церковное применил. Честно говоря, вот это вот видео я смотрел, я так и не понял, что он хочет. Я больше любовался им. Это был такой какой-то самодовольный священник. Мне казалось, что вот эти 40 минут, что он там записывал, он больше занимался самолюбованием. Потому что, обращаясь к своему зрителю, он делал все время вот как-то так. Вот улыбается, что-то там ломается. И это священник. А может быть не священник, я не знаю. Но позиционирует себя что-то в этом роде. Послушай, батюшка, вы вообще знаете, что у нас там в плену ребята наши? Вы чем должны заниматься-то? Вы не мной должны заниматься. Вы ими должны заниматься. Это ваша сейчас задача, задача церкви, в том числе, работать, переговоры вести с их мулами, мулла вот этот, который Паша Заде, по освобождению пленных. Вы помните, когда их вот эти два отморозка сидели в Ереване? Где они где? В Карабахе или в Ереване сидели? Которые еще убили пацана, их посадили. Два азербайджанца. Ну, что, мол, ла их делал Паша Заде? Он с католикосом встречался. Он говорил о судьбе этих пленных. А ты сидишь, я тебя просто назову уродом, потому что иначе тебя никак не называют. Вот этот вот самовлюбленный урод. Я мало кого так называю, но ты именно из этих. Ты сидишь, занимаешься самолюбованием, обсуждаешь какие-то там мои слова, но при этом ты не стыдишься говорить о стороннем, при том, что там ребята, которые тебе в сыновья годятся, в азербайджанском плену. Ты должен заниматься своими прямыми обязанностями. А потом вы жалуетесь, что кто-то там встал за Азербайджан, за вас не встал. А как за вас стоять-то, если вы сами не можете устоять на ногах? Как за вас стоять? Кто за вас будет этим заниматься? По большей части сейчас Армении занимаются кто угодно, только не само правительство Армении. Кто угодно, вот кто угодно, во Франции, в России, где угодно, но только не вы. Вы занимаетесь совсем другими делами. Одни власть делят, другие пустоту какую-то обсуждают. Я уже про это забыл, а он сидит, меня обсуждает. Зачем? Так сними крест тогда, будь светским человеком и занимайся идиотизмом. Потому что священникам как-то негоже такими вещами заниматься. Подумайте над этим. Я заранее извиняюсь за то, что я назвал уродом, но просто перекипает порой. Знаете, я вот на вас смотрю, но вы в кого превратились? Нация, одна из самых читающих наций, одна из талантливейших наций мира. Вы в кого превратились? На вас смотреть тошно. Вот просто тошно на вас смотреть. Жаль, я на русском языке не могу сказать больше, чем нужно было бы сказать. Рот у меня подвязан по известным причинам. Я не знаю, что будет с вами дальше, но хотелось бы, чтобы вы менялись. Потому что я не знаю уже, к чему все это приведет. Особенно вот такие вот, как вы, к чему приведут. Я не знаю. И это ведь касается не только вот этих вот отдельных граждан, которые занимаются самолюбованием, но и довольно-таки таких публичных людей. Все вот эти вот наши известные симоняны, бабаяны, мерзаяны, геваркяны и прочие яны войска польского. Я прекрасно помню, о чем вы говорили во время войны. Я прекрасно это все помню. Почему Пашинян не обращается в ОДКБ? Почему там то, сё? Вот и поплатились, потому что сами не обратились в ОДКБ. Ну а толку? Вот сейчас обратились в ОДКБ. И что? Российская вот эта огромная задница, она оторвала ее от стула и что-то начала делать? Да никто ничего делать не будет, коль сами не гоже что-то делать. Понимаете? О чем вы сейчас говорите, товарищи Яны? Говорит-то вам уже нечего. Вы уже начинаете влезть в дебри какие-то. Да вообще не имеете права ничего говорить об Армении. Вот просто не имеете права. Я просто уверен, что быть живы ваши деды, прадеды, они бы просто со стыда, наверное, снова бы умерли. Понимаете? Понимаете, иметь таких правнуков, ну, это просто ужас. И я знаю, что один из вас меня смотрит. Все вот эти Яны, которые я сейчас перечислил. Ну, слушай, возьмись за голову. А я вот фамилию не называю. Потому что я прекрасно знаю тебя. Когда еще выключены все камеры, и когда ты находишься в гримерной, ты же думаешь иначе. Ты о Путине даже говоришь иначе. О Кремле говоришь иначе. Но стоит включить камеру, ты говоришь то, что от тебя хочет услышать Кремль. Ну, говори о том, что хочет слышать Кремль. Ну, про Армению ты молчи. Вы же понимаете, вы ее просто подставляете. Она и так сейчас не в том положении. Либо вы ничего не можете сказать, хотя бы там против Азербайджана, да? В пользу Армении. Бог с вами. Вы там свое отрабатываете деньги. Я знаю ваши зарплаты и на Первом канале, и на НТВ. Гонорары ваши мизерные, кстати, на Первом канале. Дешевки вы, раз вы на Первом канале до сих пор о чем-то говорите. Я даже не представляю. У вас, наверное, такая нужда, что вы идете говорить на Первый канал, в этот дешевый канал, где платят меньше всего, да? Но тогда хоть Армению не трогайте. Вот почему бы вам не сказать, когда будут проводить расследование по сбитому вертолету, кстати, российскому, где погибли российские летчики на территории страны УДКБ, то бишь в Армении, когда расследование будет. Почему вы про это молчите-то? Почему вы постоянно обсуждаете Пашиняна, Сарксяна, Кочаряна и прочих, к которым вам вообще никакого отношения не имеют? Почему вы постоянно говорите о НЖД, и при этом молчите про этого Расул Заде? Или там больше этого всякой какашки, чем в Армении вообще, в общем месте взятой. Вы про это молчите. Задача у вас такая? Вам за это не заплатят? Ну так не получите один раз. Вы же выходите в прямой эфир. Если вы ляпнете, это в эфир выйдет. Ну подумаешь, вы месяц не будете допущены к эфиру. Ну ничего, зато хотя бы что-то, хоть какой-то прок с вас. Итак, ребят, как я уже говорил, сейчас вот июнь, начало июня 2020 года, я нахожусь в отпуске, мне захотелось отдохнуть. Я буду отдыхать в течение всего этого месяца. С июля эфиры как будут, были раньше, так и будут. А вот в течение июня я буду периодически выходить с вами на связь, чтобы хотя бы не терять друг друга. Чтобы вы не думали, что я куда-то исчез, или меня похитили. Все нормально у меня, все прекрасно. Живу и здравствую, чего и вам желаю. В эфир, как я уже сказал, буду выходить, как только будет появляться время. А время, я уверен, будет у меня появляться. Единственное, что хотел попросить. В этом месяце у нас выборы. У граждан Армении выборы. Подумайте, пожалуйста, очень хорошо подумайте. Вот просто очень хорошо подумайте, что вам нужно. Не будьте ими соседями. Вы знаете, вы армяне. У ваших отцов, у ваших дедов на первом месте было образование, все остальное потом. И мне жаль, если у их правнуков и внуков на первом месте будут рестораны, а все остальное потом. Давайте жить в настоящем времени и думать о будущем. Надеюсь на ваше понимание. Люблю вас. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok